Белые перчатки, кашнер, ремень. Все это атрибуты зимней парадной формы. Учащиеся в Восточно-Сибирского института МВД готовят обмундирование. Курсант четвертого курса Евгений Усов считает, что даже на репетиции парада в честь дня сотрудника внутренних дел все должно быть идеально. Еще до начала службы полиции важно проявить себя с лучшей стороны. При поступлении в институт МВД Евгений Усов планировал быть милиционером, однако станет полицейским. В остальном же ничего не изменилось. Я изначально поступал сюда и хотел работать в уголовном розыске. И думаю, что это мой путь. Я в принципе не изменился из каких-то планов. За свою историю Министерство внутренних дел не раз противоперывало изменения. В 1715 году Петр I впервые в России основал службу охраны общественного порядка и дал ей название «полиция», что в переводе означает «управление государством». Через два века царская полиция была переименована в милицию. Официально отмечать профессиональный праздник сотрудники органов внутренних дел начали с 1962 года. А в 2011-м российские стражи правопорядка снова стали именоваться полицейскими. Дня милиции теперь нет, но праздник остался. Согласно указу президента, 10 ноября полицейские будут отмечать День сотрудников внутренних дел. На генеральной репетиции все действия отработаны. В этот раз подготовка к празднику заняла больше времени и сил. Более 800 курсантов в течение нескольких недель ежедневно репетировали перед торжественным мероприятием. В этом году сотрудники органов внутренних дел нашего гарнизона Иркутского впервые есть у начальника ГУВД такая идея консолидировать всех нас в этот профессиональный праздничный день и всем вместе отметить праздник в торжественной обстановке. В Восточно-Сибирском институте МВД к старому празднику с новым названием относятся положительно. Но это не единственные новшества. За время реформы МВД в институте произошли кадровые изменения, приостановлен набор курсантов. Но несмотря на это, на будущий год здесь большие планы. Предполагается начать обучение по нескольким новым специальностям в сфере природоохранного законодательства и транспортных коммуникаций, приобрести новое оборудование и ввести новые образовательные стандарты. Показательные выступления – самая яркая и заключительная часть генеральной репетиции. Впереди самое ответственное – торжественное шествие в день праздника сотрудника внутренних дел. Раиса Силина, Александр Пахомов. Новости сейчас.